Новый сквер и молодёжный центр. Мы постараемся максимально вовлечь жителей вот этих микрорайонов. Они очень активны. Рамиль Мулин предлагает горожанам обсудить проекты благоустройства общественных пространств. Последствия порыва. Вода топила не только улицу, но и подвальные помещения. У дома мира 109 вода разлилась по двору и магистральной дороге. Пернатые переносчики болезней. Куча трупов голубей, тут же яйца. Жители улицы студенчески жалуются на обилие птиц в их доме. Полезно для питомца и общества. Я хочу сказать о том, что животные не мечтают стать родителями. В городе продолжается программа по бесплатной стерилизации животных. На телеканале НТР 24 программа новостей Нижнекамска. В студии Алмас Кашаев. Здравствуйте. Место для занятий йогой, гастрономическая точка, еще один центр для молодежи. Все это может появиться в Нижнекамске в ближайшие годы. Сейчас общественные пространства на улицах Тукая и Сюмбике находятся на стадии проектирования. К их строительству могут приступить уже в будущем году. Все подробности в нашем материале. Улица Тукая. Здесь расположен дворец творчества детей и молодежи имени Садыкова, более известный как Дом пионеров. В планах на следующий год отремонтировать здание, сделать его центром молодежного проекта «Движение первых». Кроме того, благоустроить площадь от дворца до торгового центра «Дан», отремонтировать улицы юности и Тукая, сделать парковки для тех, кто приезжает в парк аттракционов или термы. Сейчас этот район пользуется популярностью, а потому нужно сделать его удобным и комфортным. Это такой центр притяжения детей, большая концентрация школ, детских учреждений, развлекательных учреждений, спортивных учреждений. И поэтому очень важно, чтобы доступ был удобный. Даже сейчас обсуждали вопрос о необходимости, может быть, запуска даже общественного транспорта, чтобы дети из новых микрорайонов могли добираться до этих центров и получать необходимые навыки и уроки. А это сквер по улице Сюмбике. Пока он не подходит для прогулок. За рост травой, нет тропинок и скамеек. В планах превратить его еще в одно место для проведения досуга граждан. Для этого власти города планируют собрать инициативную группу из числа жителей района, чтобы обсудить с ними проект будущего общественного пространства. Здесь, я думаю, что мы постараемся максимально вовлечь жителей вот этих микрорайонов. Они очень активны. И я думаю, что вместе с ними мы будем обсуждать, что необходимо сделать, чтобы этот сквер стал интересным, не транзитным, а чтобы здесь дети играли, взрослые отдыхали, спортивные были объекты для молодежи, для подростков. То есть комплекс всего необходимого, который сделать эту территорию интересной. Улицы Тука и сквер на Сюмбике набрали наибольшее количество голосов во время голосования на выбор общественных пространств, которые благоустроят в 2025 году. На следующий год у нас предварительно на эти цели заложено 150 миллионов рублей. Конечно, этих средств не хватит. Поэтому я думаю, что в какой-то мере это будут двухлетние проекты или это будут проекты софинансирования с промышленными компаниями. Сейчас идут обсуждения, расчеты, составления планов будущих новых мест массового отдыха нижнекамцев. Начать реализацию проектов планируют на следующий год. Светлана Шумкова, Максим Липин, Новости НТР. В Нижнекамске на тротуарах начали появляться ограничительные столбики. Ставят их для предотвращения заезда автомобилей в пешеходные зоны. Как рассказал помощник главы Нижнекамского муниципального района по дорожной инфраструктуре Раид Шаехов, такие меры приняты в целях создания безопасной среды для пешеходов. Работа по установке этих устройств продолжается. Занимаются ею специалисты муниципального бюджетного учреждения, дирекция единого заказчика. Настоящее половодие случилось сегодня у Дома Мира 109. Там произошел порыв трубы холодного водоснабжения. Напор был такой силы, что в течение нескольких минут вода залила прилегающую территорию, включая магистральную дорогу. Затопило и подвал дома. Все подробности у Александра Халина. По звуку сравнимо с движением воды в горной реке. Такую картину перед своими окнами сегодня рано утром увидели жители Дома 109 по проспекту Мира. Первым вырывающийся бурный поток обнаружил Ильнур Гелмеддинов. Его балкон на первом этаже прямо под местом, откуда вытекала вода. В четыре часа обнаружил прорыв над балконом вода. Все, потом дал заявку, чтобы приехать. Приехали с водоканалом, сфоткали и обратно уехали. И в 7 часов приехал в Дом управления. Тоже посмотрели, ушли и реакция была. Только ближе к 9 часам техника и специалисты водоканала начали подтягиваться к месту аварии. К этому моменту почти вся прилегающая территория была затоплена водой. Вода топила не только улицу, но и подвальные помещения. Вот так сейчас выглядит вход в подвал пятого подъезда. За несколько часов его затопило полностью. Давление воды было такой силой, что часть асфальта под балконом была приподнята. Именно оттуда вытекал основной напор. Чтобы приступить к работам, специалистам сперва нужно было откачать воду и закрыть задвижки в колодце. Скорее всего, порыв произошел из-за изношенности сетей. К слову, люди в течение нескольких дней оставляли заявки. Например, вчера вечером, по словам специалистов, воду в этом доме они откачивали. Но получается, что причина потопа выявлена не была. Придется искать ее сегодня и экстренно устранять. К моменту выхода этого сюжета все работы должны были закончить. Александр Халин, Новости НТР. Одна пятая часть нижнекамцев недовольна работой своих управляющих компаний. Это следует из опроса, который мы проводили на протяжении недели в нашей группе во ВКонтакте. Только 20% опрошенных положительно оценили работу своих УК. Остальные 80% недовольны обслуживающими компаниями. Чаще всего дом управления ругают за отсутствие воды месяцами, за плохой ремонт в подъездах или вообще его отсутствие. Некоторые жильцы неделями не могут вызвать слесаря. А еще людей беспокоит недостаток кадров. В некоторых дворах нет дворников. И там же ведется круглосуточное обещание телеканала «Татарстан-24». В Нижнекамске 8-летняя девочка стала жертвой мошенников. В полицию с заявлением обратилась ее мать. Она рассказала, что ее дочь увидела в одном из мессенджеров рекламное предложение с бонусами для компьютерной игры и начала переписку с незнакомцами. Ребенок без ведома матери взяла ее телефон и перевела на неизвестные счета 85 тысяч рублей. Получив деньги, злоумышленники перестали выходить на связь. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Безобидная на вид, но довольно опасная по сути птица голубь. Жители дома на улице Студенческой устали от соседства со стаей этих пернатых, которые селятся на чердаках, там же размножаются и погибают. Из-за этого в квартирах появляются различные насекомые, паразиты и неприятные запахи. Первопричину проблемы люди видят в горожанах, которые любят подкармливать птиц. С этим вопросом разбиралась Анжелика Степанова. В общем, полная антисанитария. На улице, перед магазином. Домой мы заносим все. А люди информацией не владеют. Да, считают доброе дело. А вот последствия этих дел уже иные. Жители Студенческой 10 не первый год борются с необычными соседями. Стаи голубей, что атаковало их дом. Все дело в прохожих, которые подкармливают уличных птиц. Бросая им крупу или куски хлеба, они не понимают, какая из-за этого обстановка в местных квартирах. Лично у меня такая ситуация. Нас затопило с кровли дома. Управляющая компания сделала там какой-то ремонт. Мы увидели, что на чердаке куча трупов голубей. Тут же яйца. Тут же живые голуби. Голуби взрослые улетают. Птенцы бегают. Очень много гнезд вот этих яиц. Тухлых голубей было очень много в разных видах. Как мумии коричневые, там эти разложившиеся в разных состояниях. И мы поняли, нас затопило такой грязной водой. Этот трупный яд, он опасен для здоровья человека. И его вымыть из квартиры, это очень сложно. Я живу на девятом этаже, непосредственно в близости с голубями. До того, как у нас поставили решетку на вентиляционную, вот это голубинное курлыканье, было все у меня слышно на кухне. Потому что они находились на чердаке, и все это было слышно. До того, как поставили решетки, голубины, вот эти клещи, они залетали то ли через вентиляционную решетку, то ли через окно. Они, да, были в квартире. Помимо этого, в квартирах обитают мошки и другие насекомые. На чердаке рядом с живыми и мертвыми голубями поселились тараканы. Сейчас доступ к помещению оградили решетками, но только в двух подъездах. Сам технический этаж уже чистили несколько раз. Пока этого недостаточно. И даже если жители решат проблему в своем доме, на улице птицы так и будут налетать на людей и гадить на асфальт. Здесь тоже не только я хожу с коляской, да, ходят еще и другие родители. И тут такая же ситуация. Это просто невозможно. Тут в стае глубей постоянно, особенно в жаркую погоду, когда солнце светит. И действительно, правильно сказала Ирина, что тут кормят из-за того, что действительно жалко. Кто покорен, то не я. Видимо, так удивились у них. Поэтому вот это вот тоже я просто, скажем так, жалко, да, я все понимаю. Но это тоже нужно каким-то образом остановить. Тут жить невозможно, ходить невозможно. Жители считают, не все осознают, какую опасность несут эти птицы. Ведь на самом деле они переносят на себе порядка сотни инфекций и паразитов. И чтобы заразить человека, им не обязательно садиться на него. Порой достаточно пролететь на близком расстоянии. Вскоре на этой территории появится табличка о том, что кормить голубей запрещено. Поможет ли она, время покажет. Местные тем временем намерены и дальше обращаться за помощью в различные инстанции. Анжелика Степанова, Илья Челноков, Новости НТР. Быстро и безболезненно для животного в Нижнекамске продолжается программа по бесплатной стерилизации кошек и собак. Воспользоваться такой мерой поддержки могут пенсионеры и малоимущие семьи, у которых есть питомцы, при предоставлении соответствующей справки или документа. Поначалу кошка Моника пугается и не отходит от хозяйки. Стол ветеринара – малоприятное место для любого животного. Со временем пушистая особа успокоилась и просто ожидала начала действия снотворного. Оно поможет без боли перенести операцию по стерилизации. Рашида Жаманова взяла кошку с улицы и за неделю сильно к ней привыкла. Чтобы со здоровьем питомца не возникало проблем, решила стерилизовать ее. Тем более, что для пенсионеров эту услугу предоставляют бесплатно. Ну, конечно, меня это пользуют бесплатно. Пенсиль же мало получает. Любой желающий пенсионер должен подойти к нам в клинику на Охтубинской 6А. С собой он должен иметь две распечатанные цветные фотографии его животного. Размер 10 на 15, свой паспорт и пенсионное удостоверение. Только пенсионеры? Пенсионеры, жители села тоже у нас подходят. Волонтеры, с которыми мы работаем. Малоимущие? Малоимущие, да. При предъявлении справки все защиты. Программа по бесплатной стерилизации животных в Нижнекамске работает четвертый год подряд. Ее при финансировании города реализует фонд помощи бездомным животным «Дом надежды». Основная задача этой инициативы – снизить число бездомных животных в городе. Я хочу сказать о том, что животные не мечтают стать родителями. Это их инстинкт. Чем раньше стерилизовать или кастрировать животное, тем меньше проблем у него будет впоследствии смочек половой системы. Осознанность и ответственность граждан позволят эту проблему решить нам гораздо быстрее. То есть, чем меньше на улице будет оказываться ненужных щенят, ненужных котят, тем быстрее мы эту проблему, в принципе, решим. И это касается совершенно каждого. То есть, и мужской особи, и женской особи животного. Потому что некоторые, например, считают, что если у них мужская особь, то не нужно делать операцию. Для того, чтобы бесплатно осуществить стерилизацию или кастрацию своего питомца, необходимо подойти на Ахтубинскую 6А в Центр ветеринарной помощи со всеми необходимыми документами. Здесь вам выдадут направление в одну из трех клиник. На камеру видеонаблюдения попали кадры, как по городу разгуливает леса. Дикое животное было замечено на улице Лесная, рядом с одним из домов. Судя по времени, который отображает камера, рыжая хищница в город пришла ночью. Вела себя спокойно, принюхивалась ранее. Подобные факты уже случались. Как говорят специалисты, в городскую среду животных приводит голод. Если у вас есть важная или интересная информация, ждем ваших звонков на номер 40770. Напишите нам через сайт ntrdefis24.ru или по WhatsApp на номер 8-917-93-73-077. Лучшее в Семиборье. Все получилось. Вообще не все, что хотелось. Нижникамка победила на международном турнире по легкой атлетике. Больше благоустроенных территорий Татарстан в 2023 году выделил более 173 миллионов рублей на развитие туристической инфраструктуры, создание и благоустройство пляжей на берегах водоемов. Среди предпринимателей был объявлен конкурс. Госкомитет по туризму отобрал 22 проекта со всей республики. Так, новые зоны отдыха появились в Чистопольском, Лаишевском, Мамадышском и других районах. А также в соседних набережных Челнах нижникамцы могут посетить один из двух новых пляжей Автограда. Подробнее о них в следующем материале. Картинка была совсем другая. Здесь почти было меньше песка. Во-первых, росла трава. То есть мы завезли песок, выщипали эту траву. Только песка завезли 500 тонн. На благоустройство пляжа Суанасы республика выделила 10 миллионов рублей. Еще 12 добавил предприниматель. На эти средства провели капитальный ремонт набережной Габдулы-Тукая. Благодаря проекту получилось благоустроить зону пляжа. Установили шезлонги в количестве 500 штук. Установили спасательные вышки. Мы установили медпункт, звуковое оповещение. Охранная видеокамера установлена в количестве 15 штук. На пляже установлены кабинки для переодевания, общественные туалеты, бочка, баня, детский аквапарк и деревянные пешеходные дорожки протяженностью 300 метров. Расположился и медицинский пункт, в котором дежурят квалифицированные специалисты. За безопасностью на водоеме следят спасатели. Официальное открытие нового пляжа Суанасы состоялось 1 июня. Новый пляж открылся и в районе яхт-клуба «Навигатор Урман». На благоустройство территории было потрачено 45 миллионов рублей, из которых 10 из республиканского бюджета, 35 – личные средства предпринимателей. Урман разделен на несколько зон. Это территория с двумя подогреваемыми бассейнами и пляжа с лежаками и зонтами. Также здесь располагается кафе. Мы не ограничиваем доступ к воде. Люди могут спокойно погулять, посмотреть нашу территорию, могут пройти к воде. Это мы не ограничиваем. Мы делаем, допустим, абонементы на посещение пляжного комплекса в каком плане? Это использование бассейнов, которые мы купили на собственные средства, а также пользование бани. Владелец пляжа Урман планирует еще раз принять участие в получении субсидий по нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства». Мы на днях узнали о том, что опять выделяются субсидии. Мы сейчас заявку подготавливаем. Мы хотим банный комплекс построить. Мы хотим фестивали в будущем здесь делать. То есть там гастрономические, как ты привозишь к повару, барбекю, там вечера, там все на открытом огне. Какие-то вот в таком плане развиваться, развиваться для города, чтобы наш город отдыхал и все было в доступности. Как отметил председатель Госкомитета Республики по туризму, на пляжах имеется все для комфортного отдыха горожан и гостей. Пляжей, как вы знаете, обустроенных не хватает. И для Республики Татарстан программа действительно имеет большое значение. То есть все пляжи, созданные по этой программе, обладают всеми условиями по соблюдению правил безопасности. То есть это и спасательные вышки, и спасательное оборудование, это благоустроенная территория, это санузлы. А еще предприниматели отмечают, что это хорошая подмога для них. Некоторые рассчитывают повторно заявиться на грант, чтобы еще больше улучшить зоны отдыха. По их мнению, это привлечет туристов в Челны. Светлана Шумкова, Эльмира Гайнудинова, Новости НТР. Нижнекамская представительница легкой атлетики Яна Угольникова стала победительницей международного старта. Матчевая встреча среди команд Союзных государств России и Белоруссии проходила в Бресте. В соревнованиях принимали участие спортсмены до 20 лет. Сборную России представляло 48 катлетов. Нижнекамка стала лучшей в одной из самых интересных дисциплин – семиборье. Представительница спортивного клуба «Шинник» после прохождения всех видов программы набрала 4975 очков. Правда, как признала спортсменка, результатом она не очень довольна. Не все получилось, вообще не все, что хотелось. Все силы я оставила у нас в Краснодаре, было первенство России. А здесь решили, что просто стартанем, чтобы хотя бы почувствовать, каково это заступать с белорусами. Потому что для меня это впервые. Мне очень все понравилось. Организация была на высшем уровне. Я очень рада, что побывала здесь. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. Далее смотрите информацию о погоде и будьте здоровы. До свидания. В пятницу, 26 июля, в Нижнекамске, синоптики прогнозируют пасмурную погоду. Температура воздуха днем составит плюс 19 градусов. Ветер северный до 6 метров в секунду. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. В субботу потеплеет пасмурно, местами дождь. Субботу потеплеет пасмурно, местами дождь.